В Самаре продолжается строительство станции метро «Театральная». На перекрестке улиц Новосадовый и Полевой идет устройство стартового котлована. До середины следующей недели планируют завершить монтаж свай. А в исторической части города в стартовом котловане завершено бетонирование стартового кольца. Весной специалисты планируют приступить к сборке тоннеля проходческого комплекса. Напомню, что тоннели будут идти навстречу друг другу. Один из исторического центра в направлении станции Алабинская, другой в обратном направлении к станции «Театральная». Специалисты занимаются вопросом переустройства трамвайной линии. На прошлой неделе к участку в историческом центре города доставили шпалы. Параллельно подрядчик вел подготовку рельсов, которая требовалась изогнуть подножный радиус для укладки на повороте с улицы Красноармейской на улицу Галактионовскую. Сроки производства работ, возможности организации транспортного сообщения и другие вопросы обсуждались на совещании с участием заказчика метростроя, подрядчика и городских профильных служб. Все работы, связанные со строительством метро, находятся на постоянном контроле. По расчетам экспертов, после завершения строительства первой ветки самарского метро, пассажиропоток в подземке увеличится минимум на 15%. При необходимости МП «Самарский метрополитен» сможет обеспечить сокращение интервала движения поездов до 7-8 минут. В этом году капитальный ремонт подвижного состава продолжится, чтобы он был обновлен к концу 2024 года. Уже более половины парка привели в порядок. А самое главное преимущество после ввода в эксплуатацию новой станции – добраться из отдаленных районов до исторического центра города можно будет за считанные минуты. Я считаю, что развитие инфраструктуры, оно всегда автоматом приводит к тому, что развивается эта территория. Если мы говорим о территории города Самары, города Куйбышева, в котором уже была заложена идея того, что у нас будет метрополитен, это город-миллионник, то в принципе развитие этой сети, оно приводит, во-первых, автоматом приводит к тому, что у нас повышается количество пассажироперевозок, это выравнивает социальные возможности тех людей, которые проживают в историческом центре, с теми людьми, которые проживают, например, на безымянке. И третье, мне кажется, что если мы с вами выравниваем возможности транспортные по скорости доставки людей к месту работы, то это повышает и в принципе и конкурентоспособность на рынке труда, и самое главное, это повышает престиж вот тех предприятий, которые сегодня, как воздух, нуждаются в специалистах и в инженерных кадрах, и в трудовых ресурсах. Поэтому мне кажется, что то, что происходит на территории Самарской области, на территории его столичного города, это, конечно, показатель того, что наш регион правильно вошел в 21 век, он развивается по нужному пути. То есть это повышение комфорта для жителей Самары и, конечно, для развития региона и его экономики.